Вон там мужчина, дайте, пожалуйста. Да, вы, вы, Ольга. Давайте, иду я. Ну, давай ты, быстрее. И возвращайся. Добрый день. Владимир Владимирович, добрый день. Михаил Никшис, Макс Медиагрупп, город Сочи, телерадиокомпания. 23 года в телевидении, 23 года мы делаем новости, 23 года. От имени городских телекомпаний я хочу поблагодарить вас на то, что 22-я кнопка телевизионная наконец-то решается, и во втором чтении Государственная Дума должна принять это решение. Огромное спасибо. Но проблема городского телевидения в следующем. В эпоху цифрового развития, при том, что сейчас заканчивается эра аналогового вещания, городское телевидение, а их свыше 150 телеканалов, это во всех крупных городах, они, по сути, становятся несмотребельными, потому что отсекается полностью вещание. Население не будет смотреть аналог. Поэтому убедительная просьба. Пожалуйста, дайте поручение правительству, чтобы городские телекомпании, а это колоссальное количество журналистов, которые работают в городах, в крупных городах. И региональные компании, это компании краевые, областные, вошли в мультиплекс. В мультиплекс, который они построят сами за свои деньги, не используя бюджетных средств. Это большая социальная миссия, потому что городские телеканалы, именно они несут эту миссию, сейчас вы послушали потрясающие сюжеты, красивые. У нас ещё много сюжетов, если мы будем дальше двигаться по нашим монтажникам. Как городские телекомпании работают? Пожалуйста, обратите внимание на это. Спасибо. Очень просим, чтобы вы обратили внимание на это правительство. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Я пока ещё ничего не ответил. Смотрите, что касается мультиплексов, это, конечно, ну, наверное, можно об этом подумать и поговорить, тем более, что вы говорите за собственные средства, городские компании будут делать. Я сомневаюсь, что хватит средств. Хватит. Ну, хорошо. Давайте подумаем. Имейте в виду только, что сами мультиплексы во многих странах уже уходят в прошлое. Они уже уходят в прошлое, эти мультиплексы. Значит, по поводу вещания в цифре. А почему в цифре-то нельзя вещать? Я не понимаю. Если есть средства для мультиплексов, почему... Без микрофона тяжело просто... Нет, для чего? Я не понимаю. Возьмите, пожалуйста. В том-то и дело, что нет ни одной причины, почему городское телевидение не может вещать в цифровом мультиплексе. Ну, конечно, нет. Нет. А что, вас отключают от цифр, что ли? Нам не дают эту цифру. А, не дают частоту? Да. И городские телекомпании готовы участвовать в конкурсе, в государственном конкурсе, через нашу федеральную конкурсную комиссию, через ФКК. Хорошо, позанимайся. Это компании, которые годами прошли... Я понимаю, да. Это для меня неожиданно совершенно. Обязательно поговорю об этом в правительстве, в администрации, с теми, кто этим занимается. Спасибо. Я с вами согласен. Почему мы должны отстричь и выбросить на сторону городские каналы? Это свыше 150 телекомпаний, которые трудятся каждый день. Каждый день, конечно, там колоссальное количество журналистов работает. Конечно, конечно. Пожалуйста, обратите внимание. Хорошо, я услышал.